Святая обитель на окраине Атамановки, верующие уверены, именно здесь излечиваются души от самых ужасных болезней, греховных. Тысячи стенаний и миллионы молитв слышали стены женского монастыря. Но сегодня попасть сюда невозможно. Ворота закрыты на карантин. Что очень странно, ведь власти обсуждают возможность снятия многочисленных запретов заведений, а церковное учреждение ни с того ни с сего закрывается. Местные жители убеждены, всему виной скандал, возникший на днях, на просторах интернета. Общественники бьют тревогу. В стенах православного монастыря располагается конный клуб, обитатели которого содержатся в жутких условиях. Девушка молодая продала сюда двух коней. Кобылу гнедую светло и вороного жеребца. Вороного жеребца мы видели на видео, до какого состояния он дошел. Торчащие ребра и схудавшие тела. В таком состоянии местные жители застали молодых кобылиц. Они же уверили нашу съемочную группу измученных животных увидеть не так-то просто. Их прячут от посторонних глаз. Вицезреть можно лишь вот этих жеребцов. За ними ведется должный уход. Странное преимущество, однако, и ему есть свое оправдание. Божественные люди не могут так относиться к животине. Это же животина, это же животное. Какое у него там было сено, где какое есть? Вы там видели сено? Да, сено, конечно, есть. Стоит, да? Да, стоит. Там зерно и сено. Лошади в порядке, да? Эти, которые, да, они в порядке. Которые в прокатные, на которых у них прогулки конные здесь. Мы их тоже видели, что они хорошие лошади. Откормленные лошади – лицо конного спортивного клуба. Того самого, что располагается на территории монастыря. На Вороном Красавцы может прокатиться любой желающий за символическую плату. Но символическую ли? Открываем прайс. Прогулка на лошадях – 1000 рублей в час. Занятие верховой ездой – 500. Здесь можно воспользоваться и услугами постоя. За 15 тысяч рублей. Неужели такие расценки не позволяют содержать животное в должных условиях? Еще раз, я признаю, что у нас был кризис по этому поводу. То есть это не бессмысленно отрицать. Все время мы ждали, во-первых, ну травы, понятно ли, это трава. Но, к сожалению, у нас на пастбище мы можем пройти вот наверх сейчас, посмотреть траву. Она есть. Но она, во-первых, очень мелкая. Во-вторых, это не разнотравие, которое нужно для лошадей. Мы их поддерживали, еще раз, я могу дать номер телефона. Мы поддерживали их, то есть там сеном, дополнительно кукуруза, молотая и овес и так далее. Приобретали сено у одного поставщика. И, как убеждает Александр, ежедневно. Однако сам продавец уверяет иначе. Сколько мы берем и в какой периодичностью? Часто берете? На сколько час? Через два дня, два рулона. Два рулона, каждых два дня. Так, а ножик выношу. Когда мы брали? Когда мы брали последний раз? Вчера же брали. Когда перед вчера брали? На один день. Два дня назад. Два рулона сена на два дня для нескольких десятков лошадей – это голодный паек. Не вытянули, поэтому решили отправить истощенных кобылиц в шилку на разнотравие. И уверены, что к концу года животные наберут недостающий вес. Правда, увозили обитателей монастыря под покровом ночи. И за помощью к людям никогда не обращались. Оправдание одно – хотели справиться своими силами. И это несмотря на то, что жители сами неоднократно предлагали помощь. Смотри, Саша, не проще ли было от людей просто не отказываться? Никто не знал, от кого отказываться? Пусть тот человек, который мне звонил, придет ко мне и скажет, с какого телефона он звонил, в какой день. Вы звонили, да? Я звонила три раза, я звонила. Я звонила в пятницу, я звонила в субботу и в воскресенье. Сначала, подождите, первый раз мне сказали, что это кони, получается, для лагеря. Вот у вас лагерь есть при храме, детский лагерь? Вы по какому телефону звонили, простите? По вашему городскому номеру. Вы... Тогда вот мне состыковочки. Звонили не мне, звонили в монастырь. Как утверждает Елена, в монастырь она звонила несколько раз. Сначала ее убеждали. Кони не наши, землю сдаем в аренду. После перестали брать трубку. Но теперь ты никуда не денешься, да и сам владелец клуба услышал глаз народа. Готов в будущем обращаться за помощью, когда лошадей привезут обратно. Но вот увозили ли их? Уже после отъезда нашей съемочной группы мы получили видео от местных жителей. Голодных лошадей хозяева прятали от прицела телекамеры в лесу. Худенькая, про которую я говорю. Здесь вот стоит маленький чебуречек. Вот вторая худая. Это уже маленькие пошли. Вот я иду. Лошадки туда все идут, бегут в тенек. Звездочки какие-то на сетчиках. Так, вон там он еще за деревьями сейчас покажу. С той стороны обойду. Там, то есть, еще лошади. И еще Александр убежал за лошадями. Там они ушли подальше. Вернуть их. Так, это у нас понька. Так, там он разодрались. Эй, привет! Больше всего пугает то, что подобные отношения к животным проявляют в таких стенах, позабыв о главном христианском учении. Будьте же заботливы, будьте участливы, будьте милосердны и добры не только к вашему роду, но и ко всяким тварям, что ищут вашей заботы, ибо вы для них как боги, на которых они взирают в нужде своей. Ника Новак, Николай Шенков, ЗАПТВ